Добрый день, дорогие друзья! Я вас очень рада приветствовать на своем YouTube-канале, где я рассказываю про выход на маркетплейсы и увеличение продаж на них. Если это первое видео, которое вы смотрите, обязательно подписывайтесь. А меня зовут Лиса, и я помогаю владельцам малых и средних компаний, которые обычно торгуют в оффлайн, выходить на маркетплейсы и создавать этот новый канал продаж. Итак, сегодня мы с вами поговорим про рекламу в поиске. Я знаю, что мое прошлое видео про рекламу, про такой скринкаст, как делать рекламу в личном кабинете, набрал максимальное количество просмотров, и я решила, что для вас эта информация полезна. Поэтому наслаждаемся. Сейчас мы с вами перейдем сразу на ноутбук и посмотрим, во-первых, где эта реклама в поиске находится. И логично, я вас здесь не удивлю, она находится, когда вы делаете какой-то поисковый запрос. Например, пусть это будут ложки кофейной, на самом деле не важно. Нам показалась некая выдача, и мы видим, что в самом начале вот здесь, здесь подписано каждая из карточек товаров как рекламная. Это как раз таки те компании, которые сделали рекламу по вот этому ключевому запросу. Вот еще, вот еще и вот еще. Что тут важно? Смотрите, у меня подключен плагин Ampestats, с использованием которого я могу посмотреть примерное количество заказов того или иного артикула. И вот здесь я вижу, что в самом начале находится карточка, у которых без рекламы, например, 79 тысяч заказов на 67 тысяч заказов. Вот здесь на 47, пойдем ниже там 13-17. Но у рекламных карточек товаров гораздо меньше выручка. Например, 4 тысячи рублей 20, хотя тоже 20 это неплохо, 4 тысячи рублей 182 рубля. Что это означает? Что чтобы вы могли вашу карточку товара вывести в топ, в идеале вам нужно было бы иметь такую же выручку на карточку товара, как у тех карточек, которые находятся уже в в топе. То есть если в топе находятся карточки, у которых там по 500-600 тысяч выкупов, то вы там органически можете находиться, только когда у вас тоже будет примерно такое же количество выкупов, плюс какие-то хорошие другие показатели. То есть, например, конверсия, заход в карточку товара, конверсия в покупку, хорошая какая-то еще кликабельность, то есть много других моментов. Но вот самое основное это выручка на карточку товара. И когда вы делаете поисковый запрос, то, точнее, когда вы делаете рекламу в поиске, то у вас есть возможность появиться выше. Вот здесь основной принцип. Не делайте рекламу в поиске тех карточек товаров, у которых, например, нет вообще отзывов, либо отзывы отрицательные, что, наверное, достаточно логично. Потому что, когда вы делаете такую рекламу, человек не будет максимально доверять. Потому что мы видим, что вот здесь есть вот эта дополнительная пометочка реклама, и люди не всегда доверяют в этом случае карточке. Они думают, ну, это реклама, типа, не буду смотреть. А если вы увидите, точнее, если клиент увидит, что у этого товара еще и 23 отзыва, то в целом доверие к этой карточке сразу будет выше. Вот такой небольшой принцип. И еще такой дополнительный факт про поисковую рекламу. Большая часть людей, примерно 80% людей ищут товары как раз-таки через поиск, а не через категорию. Именно поэтому для нас вообще очень важен этот инструмент поисковой рекламы. Итак, мы сейчас переходим уже в личный кабинет, где мы пошагово посмотрим, как создавать рекламу в личном кабинете. Нам нужно спуститься в самый низ вот реклама и продвижения и зайти в онлайн-рекламу. Онлайн-реклама. Вызываю онлайн-рекламу. Молодец. У меня тут есть уже какие-то активные кампании, но мы с вами создадим прям новую с нуля рекламную кампанию, как если бы я это делала для себя. Скажу еще параллельно, что я веду отдельный документ, в котором я пока отслеживаю, во-первых, какую рекламу я делала, отслеживаю статистику по этой рекламной кампании и вообще прописываю такие основные моменты, которые для меня в рекламе важны. Поэтому если вы хотите получить такой же документ тоже для себя, чтобы вы его могли использовать, то пишите в комментариях. Итак, возвращаемся сразу в личный кабинет. Вот здесь мы видим, что помимо карточки товара, каталога, у нас появился восхитительный поиск. Нажимаем на поиск. Нажали на поиск. Первое, что нам нужно сделать, собственно, как и везде, это создать название рекламной кампании. Как я обычно формирую название? Я беру категорию товаров, в которой я планирую делать рекламу, и дальше делаю слэш и пишу число. Почему я пишу число? Потому что, несмотря на то, что вы можете сделать по этому, например, числу фильтр отдельной колонки, для меня очень важно видеть, в какой момент я эту рекламную кампанию запустила. Потому что одна рекламная кампания, она может длиться, например, неделю, иногда я ее могу продолжить. И тогда для меня гораздо удобнее понять, когда я ее запустила. Но если вам нравится как-то иначе называть рекламную кампанию, пожалуйста, вы можете это сделать иначе. Итак, например, я пишу слово, точнее категорию товаров, шармы, и пишу, какое у нас сегодня число, 17 число. Кстати, завтра планирую выставить это видео, поэтому прям супер актуалочка. И дальше мы выбираем товары. Мы можем логично делать рекламную кампанию только по одной категории товаров. Поэтому здесь вы выбираете группу предметов. Сейчас у меня все подзагрузится, и я смогу ее выбрать. Выбираем. Вот я прописала шармы. Кстати, параллельно, раз я делаю рекламу в шармах, то вы можете зайти и посмотреть, какие компании на данный момент делают рекламу в шармах. Ну или там в той категории товаров, в которой вы, собственно, и делаете рекламу. Чтобы посмотреть, во-первых, какие компании делают рекламу, компанию, кто, возможно, ее делает на регулярной основе и так далее. И мы видим, что вот есть эта компания, эта компания и наша яркая полосочка. Тоже три изделия у нас получаются сейчас в рекламе. Посмотрите, кстати, как они классно отличаются от всех остальных. Я прям любовь к своим карточкам товаров. Итак, мы посмотрели, что кто-то рекламируется, и возвращаемся назад в личный кабинет. А дальше нам нужно выбрать предмет, то есть артикул, именно артикул Wildberries, того товара, который мы планируем рекламировать. Так, делаю поближе. На данный момент я выбираю достаточно рандомно, но на самом деле, как вам лучше выбирать товары, которые вы планируете рекламировать, смотрите на количество остатков, которые у вас есть на данный момент на складе Wildberries. То есть не должно быть такого, что вы рекламируете товар, у которых, например, там две единицы на остатке. Потому что, в принципе, потенциал, который у вас есть на продажу, всего лишь две единицы. Это мало. То есть лучше рекламировать что-то, где уже есть такое достаточное количество товаров на остатках. И, во-вторых, смотрите, какое у вас есть количество на остатке на вашем личном складе. Потому что вы должны иметь возможность быстро подсортировать товар, если будут продажи. Вот на это как бы точно нужно обращать внимание. И еще обращайте внимание на то, как карточка товара выглядит. То есть лучше выставлять в рекламу те карточки, у которых, во-первых, высокий рейтинг, во-вторых, есть хорошее количество отзывов, и хорошие отзывы желательно, и которые отличаются в идеале от тех товаров, которые на данный момент находятся в рекламе. То есть они более такие яркие, цепкие, и клиента, точнее посетителя сайта, переведут сразу внутрь вашей карточки товара. То есть не должно быть ситуации, в которой клиент зашел и такой решил, нет, вашу карточку товара я смотреть не буду. Смотрите, тут еще какой есть аспект. У вас есть возможность выбрать одновременно два товара, или один товар, или еще даже больше. На что это влияет? Вот если я выбрала один товар, вот как сейчас, то вот здесь у меня будет регулярно показываться один и тот же товар. Если бы я здесь выбрала два, или три, или больше, то каждый раз, когда клиент, например, обновлял бы страницу, то у него менялась эта карточка товара на какую-то другую. И для меня что важно? Для меня важно занять максимальное количество мест в этой категории по этому поисковому запросу. Поэтому чаще всего я буду выбирать только один товар, чтобы он не менялся, и лучше создам несколько рекламных компаний, которые будут занимать эти рекламные места. То есть по сути-то их мало. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, да? Пять. То есть это немного, когда присутствует достаточно большой спрос. Дальше нажимаем продолжить, нажимаем сохранить компанию. И дальше нам ее нужно уже запустить. Вот мы видим, что у меня написано «Готово к запуску». Я на нее нажимаю. И на что мы здесь обращаем внимание? Во-первых, мы обращаем внимание на входные ставки для других мест. Что это такое? Мы с вами, когда делаем рекламную кампанию, мы платим за тысячу просмотров. То есть где мы это можем посмотреть? Вот здесь. Ставка CPM. Это cost per mille. То есть за тысячу просмотров или за тысячу показов. И вот здесь мы видим, что нужно заплатить 64 рубля за тысячу показов, если ваша карточка товара находится на первом месте. Нужно заплатить 63 рубля. Нужно заплатить 63, 2, 61. Могу сказать, что в этой категории товаров просто достаточно низкие входные ставки. А в одежде, в косметике, в каких-то аксессуарах ваша ставка может быть 800 рублей, 900 рублей и выше. То есть здесь вот те входные ставки, которые вы видите у меня, не нужно их сравнивать с собой и думать, что вот теперь я не буду делать рекламу, потому что слишком высокие входные ставки. Это просто означает, что категории между собой отличаются, и логично будет разница вот в этих входных ставках. А это все зависит от спроса. Дальше, наш следующий этап, который мы делаем, мы понимаем, что, например, я хочу, чтобы моя карточка товара находилась на первом месте. Это означает, что моя входная ставка должна быть как минимум 64 рубля. Поэтому я меняю ставку на 64. И вот мы видим, что у меня изменилось место в поиске на первое место. Дальше нам нужно задать некий бюджет. Как мы можем рассчитывать бюджет? Например, так как вот эти 64 рубля ставка это показы на тысячу, точнее, это деньги, которые мы заплатим за тысячу показов, то, например, мы хотим, чтобы наше изделие, наш товар показался не тысяче людей, пользователей сайта, а там, не знаю, 10 тысяч. Это означает в 10 раз больше. Это означает, что нам нужно бюджет рассчитать вот на это количество показов. Плюс нужно его немножечко сделать выше, чтобы вы могли, если ставка меняется, вы могли бы увеличивать вашу ставку, и бюджет у вас все еще сохранялся. Но здесь важный момент, что если вы заходите регулярно, проверяете, что там происходит с вашей рекламной кампанией, то вы можете легко добавлять бюджет и легко менять ставку. Поэтому здесь не обязательно делать прям сразу такой бюджет, выделять большой, потому что вдруг компания не зайдет. Поэтому моя обычная практика это поставить первичный бюджет, например, 500 рублей, который через взаимозачет забирается. Я нажимаю оплатить, у вас сразу же из взаимозачета, который там находится, в видном по мышке, убирается эта сумма, и вы нажимаете на кнопку запустить. И мы видим, что показалась такая иконка, что вы успешно запустили вашу рекламную кампанию. Здесь же, то есть пока я здесь нахожусь, в принципе, вы можете закрыть эту страницу уже, но вы можете приостановить кампанию, когда вы понимаете, что, не знаю, например, ставка слишком завышена, а такое бывает, потому что, например, обычная ставка 60 рублей, а тут она почему-то, не знаю, 400. Это вот слишком высокий спрос, и, возможно, можно переждать этот момент и продолжить рекламную кампанию чуть позже, либо вообще ее закрыть и подождать, пока ставка снизится снова. Либо вы можете завершить кампанию вот тут. И я помню, что в прошлом видео у меня были вопросы про то, что делать, если мы хотим завершить кампанию, вернутся ли эти деньги. И да, они вернутся. То есть как только вы можете отследить ваш текущий взаиморасчет и, например, сколько у вас осталось бюджета. И когда вы нажимаете завершить кампанию, практически моментально эти деньги возвращаются назад во взаимозачет. И, собственно, все. Вот так начинает работать ваша рекламная кампания. Вы можете создавать их несколько. И не факт, что в моменте сейчас появится эта рекламная кампания. Да, она еще не появилась, но, видите, уже изменились места. То есть у меня вот этот товар уже попал вверх. Но нужно просто немного подождать, и мы увидим, что эта карточка товара начала рекламироваться по слову шармы. И, кстати, этот товар начинает рекламироваться не только по слову шармы, а по другим ключевым словам, по которым когда-то товар покупали или находили. Соответственно, вот это такой достаточно большой плюс для нас. Но не забываем, что существуют и другие рекламные кампании. Есть рекламная кампания в карточке товара, в каталоге и так далее. И не забываем, что нужно собирать статистику. То есть не просто тупо делать рекламу и просто тратить бюджет, а смотреть, какие результаты каждой рекламной кампании. Если вы понимаете, что какой-то товар у вас на регулярной основе дает какие-то плохие показатели, например, кликабельности, то вы должны посмотреть, а возможно можно изменить первую картинку, потому что она почему-то не цепляет людей. То есть мало людей заходит внутрь карточки товара, несмотря на то, что количество просмотров достаточно большое. Так вы также можете даже тестировать, например, какая картинка лучше, как это можно сделать. Вы, например, запускаете, сначала ставите одну картинку самой первой и запускаете рекламу на 10 тысяч просмотров с неким бюджетом. Смотрите статистику, потом на следующей неделе, желательно в те же дни, вы запускаете другую рекламную кампанию, в которой вы уже изменили первую картинку. И потом вы можете сравнивать результаты по кликабельности, по результативности, то есть возможно уже были даже заказы или покупки. И тогда вы можете выбрать, какая, например, первая картинка более кликабельна, ее вы и оставляете. И так на самом деле бесконечно, можете вот это АБ-тестирование делать просто всю жизнь. То есть это, кстати, вот как это может выглядеть? Вы можете показать сначала ваш товар просто на белом фоне плюс инфографика, можете показать ваш товар на модели плюс инфографика и так далее. То есть вариантов, что вы можете тестировать, очень много. Я отдельно даже писала статью про гипотезы, которые вы можете тестировать, но об этом не сегодня. Ребят, сейчас мы с вами посмотрели, как можно делать рекламу в поиске. Пишите комментарии, если вы делаете тоже такую рекламу, какие у вас результаты, есть ли продажи. Возможно, вы используете какие-то другие способы рекламы. Я еще более подробно про рекламу обычно рассказываю на консультациях или в нашем курсе, где у нас есть целый блок про рекламу, внутреннюю, внешнюю, про все способы этой рекламы, со скринкастами и так далее. Но пока вы, конечно, можете наслаждаться YouTube-видео. Я очень рада, что вы просмотрели этот ролик. Подключайтесь, подписывайтесь на Instagram, потому что я там регулярно делюсь интересной информацией и про свою жизнь, и про селерство, и про какие-то новые лайфхаки торговли на маркетплейсах. Вам спасибо, увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok